Дисциплина «Физические и механические свойства металлов и сплавов». На прошлой лекции вы узнали, какими электрическими свойствами обладают металл и сплавы и как эти свойства определяются. Сегодня тема, связанная с электричеством, тема 8. Магнитные свойства, диамагнетизм и парамагнетизм, серомагнетизм, магнитные материалы и их применение. Цель лекции – ознакомиться с группами веществ по характеру магнитных свойств, изучить магнитные свойства металлов и сплавов и методы их измерения. По лекции, первый вопрос – магнитные материалы. Второй вопрос – общие сведения о магнитных свойствах. И третий вопрос – методы измерения магнитных свойств. На этом слайде показаны магниты. На левой картинке магнит, который притягивает к себе магнитные металлические материалы. На правом слайде показаны два магнита. Как вы знаете, у них у всех есть северный и южный полюс. И эти два магнита повернуты друг к другу противоположными полюсами, которые притягиваются друг к другу. Сейчас я предлагаю вам всем посмотреть ролик, после просмотра которого мы узнаем, что вы помните из курса физики за 11 класс о магнитных свойствах и магнетизме. Царица Пиопатра, которую до сих пор считают красивейшей женщиной в истории мира, носила украшение из магнитного камня, силой которого, как думали в те времена, могла отсрочить старение. Эта же сила помогает физикам в поиске своего дома при перелетах на большие расстояния. На уроке мы узнаем магнитные свойства вещества, научные факты, опыты и доказательства теории ферромагнетизма. Научимся давать определение понятий ферромагнетик, домен, распознавать типы веществ по магнитным свойствам и называть свойства диапара и ферромагнетик. А ведь это принцип действия электроизмерительных приборов, гонкоговорителя и электродвигателя. Все вещества, в окружающей нас природе, в той или иной мере обладают магнитными свойствами. Еще с глубокой древности была известна способность некоторых минералов притягивать железные предметы. Среди многих навигационных приборов, необходимых для прокладывания курса кораблей или самолетов, обязательно должен быть и магнитный комплекс. Во многих измерительных приборах основными деталями служат постоянные магниты. Что же происходит с веществом, помещенным в магнитное поле? Вспомним, что магнитные свойства катушки, по которой течет ток, усиливаются, если в катушку вставлен железный сердечник. Мы знаем, что вокруг катушки с электрическим током возникает магнитный поль. Магнитную индукцию этого поля обозначим B0. Железный сердечник тоже создает свое магнитное поле. Магнитную индукцию поля в веществе обозначим B. При внесении железного сердечника появляется магнитная индукция поля, возникающая благодаря намагничиванию вещества B1. Эти поля складываются по принципу суперпозиции полей. В итоге мы наблюдаем, что вещество может усилить или, возможно, ослабить магнитный поль. Магнитной проницаемостью вещества называется физическая скалярная величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в данном веществе отличается от индукции магнитного поля в вакууме. Английский физик Майкл Фарадей исследовал влияние вещества на магнитное поле. Он определил, что все вещества, помещенные в магнитное поле, ослабляют или усиливают его. То есть вещество само становится источником магнитного поля. Это явление называют намагничиванием. Все вещества, по действию на них внешнего магнитного поля, делятся на три группы. Диа, пара и ферромагнетики. Диамагнетики – вещества, у которых магнитная проницаемость чуть меньше единицы. К таким веществам относятся серебро, золото, медь, висмо. Магнитная проницаемость висмута равна 0,9998 тысячных. Значит, магнитное поле ослабляется, когда в него помещают это вещество. Это означает, что вектор магнитной индукции поля, создаваемого веществом В' направлен противоположно вектору магнитной индукции внешнего поля В0. Парамагнетики – вещества, у которых магнитная проницаемость больше единицы. Это вольфрам, щелочные металлы, алюминий, литий, платины. Магнитная проницаемость платины – 1,265 миллионных. Эти вещества намагничиваются очень слабо. Причем вектор магнитной индукции поля, создаваемого веществом, направлен в ту же сторону, что и вектор магнитной индукции внешнего поля. Ферромагнетики – это вещества, у которых магнитная проницаемость во много раз больше единицы. Это такие вещества, как железо, кобальт, никель и сплавы металлов. Магнитная проницаемость железа равна 1,000. Выясним, почему вещества так меняют магнитные поля. Французский физик Андре-Марри Ампер сравнивал магнитные поля, создаваемые полосовым магнитом и проводниками с током. Согласно гипотезе Ампера, магнитные свойства вещества можно объяснить циркулирующими внутри молекул и атомов элементарными электрическими токами. Если плоскости, в которых циркулируют эти токи, расположены беспорядочно по отношению друг к другу, то их действия взаимно компенсируются, и никаких магнитных свойств тело не обнаруживает. В намагниченном состоянии элементарные токи в теле ориентированы так, что их действия складываются. Магнитные поля создаются ферромагнетиками не только вследствие обращения электронов вокруг ядер, но и вследствие их собственного вращения. Собственный вращательный момент, момент импульса электрона, называется спином. Можно представить, что электроны вращаются вокруг собственной оси и, обладая зарядом, создают магнитное поле наряду с полем, появляющимся за счет их орбитального движения вокруг ядер. В ферромагнетиках существуют области с параллельными ориентациями спинов, называемые доменами. Размеры доменов порядка 0,5 микрометра. Если ферромагнетик не намагничен, то ориентация доменов хаотична, и суммарное магнитное поле, создаваемое доменами, равно 0. При включении внешнего магнитного поля домены ориентируются вдоль линии магнитной индукции этого поля, и индукция магнитного поля в ферромагнетиках увеличивается, становясь в тысячи и даже миллионы раз больше индукции внешнего поля. Ферромагнитные свойства у веществ существуют только в определенной области температуры. Температура, при которой ферромагнитные свойства исчезают, называют точкой Кюри, по имени открывшего данное явление французского ученого Пьера Кюри. Если сильно нагреть намагниченный образец, то он потеряет способность притягивать железные предметы. Точка Кюри для железа 770 градусов Цельсия, никеля 354, для кобальта 1115 градусов Цельсия, Существуют ферромагнитные сплавы, у которых точка Кюри меньше 100 градусов. Первые детальные исследования магнитных свойств ферромагнетиков были выполнены выдающимся русским физиком Столетовым. Вспомним, что железный или стальной сердечник в катушке во много раз усиливает создаваемое ею магнитное поле, не увеличивая силу тока в катушке. Это экономит электроэнергию. Сердечники трансформаторов, генераторов, электродвигателей и так далее изготавливают из ферромагнетиков. При включении внешнего магнитного поля ферромагнетик остается намагниченным, то есть создает магнитное поле в окружающем пространстве. Это объясняется тем, что домены не возвращаются в прежнее положение, и их ориентация частично сохраняется. Благодаря этому существуют постоянные магниты. Постоянные магниты широко применяются в электроизмерительных приборах, громкоговорителях и телефонах, звукозаписывающих аппаратах, магнитных компасах и так далее. Работа электроизмерительных приборов основана на магнитоэлектрическом эффекте. Между полюсами дугообразного магнита находится рамка, удерживаемая в положении равновесия пружины. К рамке прикреплена стрелка, движущаяся по шкале. При протекании через этот прибор электрического тока рамка под действием силы ампера поворачивается и вызывает отклонение стрелки. При выключении тока пружина возвращает стрелку к нулевой отметке шкалы. Большое применение получили ферромагнитные материалы, не проводящие электрического тока. Ферриты – это химические соединения оксидов железа с оксидами других веществ. К их числу относятся и магнитные железня. Из ферромагнитиков изготавливают магнитные ленты и тонкие магнитные пленки. Магнитные ленты представляют собой гибкую основу из полихлорогнила или других вещах. На нее наносится рабочий слой в виде магнитного лака из очень мелких игольчатых частей железа или другого ферромагнетика и связующих вещах. Запись звука производят на ленту с помощью электромагнита, магнитное поле которого изменяется в такт со звуковыми колебаниями. При движении ленты вблизи магнитной головки различные участки пленки намагничиваются. При воспроизведении звука наблюдается обратный процесс. Намагниченная лента возбуждается в магнитной головке электрические сигналы, которые после усиления поступают на динамик магнитофона. И так, подытоживая все вышесказанное, по характеру магнитных свойств все вещества можно разделить на три группы. Это ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнитные – это такие вещества, которые сильно притягиваются к магниту. К ним принадлежат железо, сталь, чугун, никель, кобальт, редкоземельный элемент гадолини и некоторые сплавы. У этих веществ относительная магнитная проницаемость имеет величину от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч. Например, для кобальта эта величина 150, у никеля 300, у железа до 500, у сплава стали с никелем пермалоя до 100 тысяч. Следующая группа – это парамагнитные вещества. Это такие вещества, которые слабо притягиваются к магниту. К ним относятся алюминий, магний, олова, платина. У них относительная магнитная проницаемость немного больше, чем единица. И третья группа – диамагнитные вещества, диамагнетики. Это такие вещества, которые слабо отталкиваются от магнита. К таким веществам принадлежат цинк, ртуть, свинец, сера, медь, серебро, хлор. У них магнитная проницаемость немного меньше единицы. Ну, например, для меди эта величина равна 0,999995 миллионных. То есть около единицы. Какие же магнитные свойства можно определить у любого вещества? Для начала можем вспомнить, что намагниченный стержень имеет два полюса – северный и южный. И возникновение двух полюсов называется магнитной поляризацией. Если представить себе, что на одном конце намагниченного стержня сосредоточен весь северный магнитизм, а на другом – южный, то, обозначая магнитный заряд в каждом полюсе данного магнита буквочкой М и расстояние между ними Л, получим произведение, которое будет называться магнитным моментом магнита. Обозначается буквой П и представляет из себя произведение М на Л. Если обозначить поперечное сечение на магниченого стержня через С большую площадь, а поверхностную плотность магнитного заряда через Тау, получим М равное Тау умноженное на С, и тогда магнитный момент будет П, М умноженное на Л или Тау на С на Л. Магнитный момент, отнесенный к единице объема, называется намагниченностью и обозначается буквой И. Из формулы можно посчитать И. Она определится как отношение П к произведению С на Л. И будет равно Тау. То есть отсюда следует, что намагниченность равна поверхностной плотности магнитного заряда на концах стержня. Величина намагниченности измеряется в амперах на метр. Из этой формулы следует, что магнитный момент на 1 грамм вещества можно определить как сигма равная мю нулевое на И, деленное на Д, где Д – это плотность металла, а мю нулевое – это магнитное постоянное, равное проницаемости вакуума. Между напряженностью магнитного поля H, в котором тело намагничивается, и его намагниченностью I, имеется зависимость. Зависимость представлена на слайде, I равно H на H. Эти величины связаны между собой коэффициентом H, который называется магнитной восприимчивостью. Между восприимчивостями 1 моля H с индексом А, 1 килограмма H с индексом Г и 1 кубического метра, обозначаемый просто индексом H, существует следующая связь, представленная на слайде две формулы. H с индексом Г, то есть восприимчивость 1 килограмма, определяется как H, деленное на дельта, где H – это восприимчивость 1 кубического метра, дельта – плотность вещества. И восприимчивость 1 моля вещества определяется как восприимчивость 1 кубического метра на объем, или восприимчивость 1 килограмма на атомную массу. Металлические элементы по их магнетизму можно разбить на два больших класса. Магнитно-неупорядоченные и магнитно-упорядоченные. Первый класс распространяется на диамагнитные и парамагнитные металлы. Второй на ферромагнитные и антиферромагнитные. Магнитная восприимчивость металлов 1 класса, то есть магнитно-неупорядоченных, очень мала. Порядка цифры составляет 10 минус 5 и 10 минус 6. И является величиной постоянной в обычных условиях и не зависящей от величины приложенного поля H. Для парамагнитных металлов H является величиной положительной, а для диамагнитных отрицательной. Это соответствует тому, что намагниченность парамагнитных металлов совпадает по своему направлению с полем, а для диамагнитных намагниченность направлена навстречу полю. На данном слайде показана схема упорядочения атомных моментов магнитных моментов. И элементарные магнитные моменты металлов 1 класса хаотично распределены в пространстве. Это показано на рисунке А. Вот моменты направлены в разные стороны, в разном направлении. В металлах 2 класса магнитные моменты расположены упорядоченно, поэтому они называются магнитно-упорядоченные. Это рисунки В и В. Эти типы упорядочения имеются не только среди чистых металлов, но и среди их сплавов. Бывают и более сложные типы магнитного упорядочения, в частности, среди редкоземельных металлов. В ионных соединениях в ряде случаев имеет место ферримагнетизм. Это рисунок Г. Ферримагнетизм. То есть некомпенсированный антиферомагнетизм. В простейших случаях антиферомагнетизм и ферримагнетизм это схемы В и Г являются магнетизмом двух подрешеток. В каждой подрешетке магнитные моменты атомов параллельны и создают суммарный момент подрешетки. Суммарные моменты подрешеток антипараллельны. И если они равны, то получается антиферомагнетизм. Вот. На рисунке В один момент направлен в одну сторону, другой ему навстречу. И если они равны по величине, то явление антиферомагнетизма и материал называется антиферомагнетизм. Если же один момент больше другого, как показано на рисунке Г, вот один момент величина его больше, вторая направленная в обратную сторону, но величина его меньше, то получается ферримагнетизм. И материал такой называется ферримагнетизм. Какими же методами можно измерять магнитные свойства? Рассмотрим методы измерения намагниченности насыщения. Фазовые превращения происходящие в сплавах сопровождаются изменением магнитных свойств. Магнитной восприимчивости в парамагнитных или диамагнитных сплавах намагниченности насыщения их коэффициентивной силы в ферромагнитных. Что такое коэффициентивная сила? Я вам напомню. Это значение напряженности магнитного поля необходимое для полного размагничивания ферра или ферри магнитного вещества. Единица измерения в системе Си ампер на метр деленный. Фазовый состав ферромагнитных сплавов на основе железа, никеля, кобальта или редкоземельных металлов и кинетику превращений в них характеризуют намагниченностью насыщения и коэффициентивной силой. Изменение магнитных свойств в зависимости от состава подчиняется известным закономерностям Курнакова, которые нашли отражение в диаграммах состав свойств. Однако эти закономерности полностью не соблюдаются в сплавах, в составе которых имеются металлы переходных групп, из-за происходящего в них перераспределения свободных электронов, переходящих на незаполненные уровни атомов переходных металлов. Что же такое намагниченность насыщения? У чистых металлов это постоянная величина она не изменяется в процессе пластической деформации или термической обработки. Но в процессе нагрева намагниченность металлов постепенно уменьшается и при достижении точки Кюри становится равной нулю. В процессе последующего охлаждения от точки Кюри намагниченность возрастает. Причем при каждой температуре ее значения постоянны и не зависят от процесса нагрева или охлаждения. Намагниченность насыщения однофазных сплавов определяется их составом, а гекторогенных составом и количеством феромагнитной фазы. Но она не зависит от дисперсности присутствующих фаз, уровня макро- и микро- напряжений, изменений плотности дислокации. Таким образом, намагниченность насыщения не является структурно-чувствительным свойством. Если в процессе фазовых превращений изменяются только количество и структура феромагнитной фазы, то измерение намагниченности насыщения сплава позволяет с высокой точностью определить количество этой фазы. Если же в сплаве присутствует несколько феромагнитных фаз, например, альфа-фаза и дельта-фаза, дельта-ферит, наряду с парамагнитным аустенитом в полуфелитных нержавеющих сталях, то определить точное количество каждой из этих феромагнитных фаз по намагниченности насыщения сплава при 20 градусах Цельсия затруднительно. Расчет количества присутствующей в сплаве с гетерогенной структурой феромагнитной фазы также сильно усложняется, если в процессе изучаемых фазовых превращений изменяется состав этой фазы. Состав феромагнитной фазы, независимо от ее количества, характеризует только температура Кюри, определение которой используют в частности для построения диаграмм состояний. Тогда расчет количества феромагнитной фазы может быть выполнен только в случае, если для каждого ее состава известна намагниченность насыщения. Поэтому, например, точное определение количества остаточного аустенита или, соответственно, мартенсита в закаленной стайле может быть выполнено, если в качестве эталона будет принят образец, в который будет 100% мартенсита того же состава, что и в первом случае, то есть с такой же намагниченность насыщения. При изучении углеродистых и низколлегированных сталей это условие легко выполняется, если изучаемый образец и эталон закаливают одновременно и в одинаковых условиях, а затем эталон немедленно охлаждает до низких температур около минус 70 градусов Цельсия. Такое охлаждение эталона превращает почти весь остаточный аустенит в мартенсит. И в этом случае количество аустенита это вот буква А определяется по формуле приведенной на слайде 4ПИ эталона минус 4ПИ образца деленное на 4ПИ эталона деленное на 100. Таким образом определяется количество фазы а именно аустенит при составлении расчета принимается что фазы распределены равномерно по объему или хотя бы по сечению определение количества остаточного аустенита усложняется для высоко легированной или углеродистой заэфтектоидных сталей нагревающихся при закалке до высоких температур охлаждение эталона даже до очень низких температур сохраняет значительное количество остаточного аустенита часто количество остаточного аустенита рассчитывают по указанному соотношению выбирая в качестве эталона сталь того же состава как и исследуемый образец но после отжига или отпуска в этом случае эталон значительно отличается по структуре от исследуемого образца и подобный расчет менее точен а для ряда стали дает существенную ошибку концентрации альфа-твердого раствора в таком эталоне и в образце различны следовательно они одинаковы на магниченности насыщения выбранного эталона и образца кроме того они содержат разное количество карбидов присутствие третьей фазы в неодинаковых количествах с эталоном искажает результаты расчета магниченность насыщения определяют чаще всего баллистическим методом схему баллистической установки я вам сейчас покажу вот она схема для определения на магниченности насыщения как она работает в межполюсном или полюсном пространстве электромагнита электромагнит обозначен буквами ЭМ создают магнитное поле напряженностью более 4 на 10 в пятой степени ампер на метр достаточное для того чтобы испытуемый образец обычно круглого или квадратного сечения вот он образец это его начальное положение это дальше при помещении в это поле намагнитился до насыщения с помощью реостата включенного в цепь намагничивания это цепь 1 вот намагничивающая цепь можно изменять силу тока проходящую через обмотки электромагнита а следовательно и напряженность магнитного поля затем ключом К2 К2 ключ К2 вот К1 ключом К2 замыкают измерительную цепь это цепь 2 вот она и образец вдвигают через отверстия в полюсах в межполюсное пространство магнита вот вот из этого положения образец переезжает вот сюда между полюсами магнита северным и южным образец намагничивается до насыщения и его магнитные силовые линии пересекают охватывающие витки баллистической катушки она обозначена БК вот она катушка БК вследствие индукции в баллистической цепи возникает ЭДС и через баллистический гальванометр БГ вот он обозначен проходит определенное количество электричества зависящее от магнитного потока образца числа витков баллистической катушки и сопротивления цепи при данном поперечном сечении образца число витков катушки и постоянной напряженности внешнего поля H количество электричества протекающего через обмотки баллистического гальванометра будет тем больше чем больше величина намагниченности насыщения образца баллистический гальванометр снабжен зеркальцем угол поворота которого пропорционален количеству протекающего электричества зеркальце освещается осветителем и отбрасывает цветовой блик который называет зайчиком на полупрозрачную шкалу показывающую величину отклонения зеркальца величину 4ПИН вычисляют по формуле 63 С с индексом Б РА деленное на НФ формула показана на слайде здесь С с индексом Б это баллистическое постоянное определяемое количеством электричества протекающего через обмотки гальванометра и вызывающего отклонения на 1 см цветового зайчика по шкале Эта величина заранее определяется по эталону взаимоиндукции Р это сопротивление баллистической цепи в омах слагающиеся из сопротивления катушки баллистической сопротивления магазина и внутреннего сопротивления гальванометра Альфа это величина отклонения зайчика по шкале в сантиметрах С это площадь поперечного сечения образца в квадратных сантиметрах и М это число витков баллистической катушки вот они все здесь расписаны эти все величины что они каждая из себя представляет величины намагниченности насыщения образца данного сплава часто определяют используя эталон то есть образец с точно известной намагниченностью насыщения изготовлены например из технически чистого железа во многих экспериментальных исследованиях например изотермического или непрерывного превращения переохлажденного аустенита или низкотемпературного охлаждения закаленной стали для определения точки кюри различных сплавов нужно определять изменения намагниченности насыщения или свойства пропорционального при нагреве и охлаждении наиболее удобным для подобных измерений является специальный прибор анизометра кулова он обладает высокой чувствительностью и позволяет непрерывно записывать изменения свойств сплава происходящие в процессе фазовых превращений схема анизометра принципиальная схема показана на рисунке а она состоит из один это образец два это тензометр три это зеркало четыре это линза пять это электромагнит вот он магнит два это это осветитель один и два это начало и конец процесса и на рисунке б показана схема самой установки она из чего состоит один это электромагнит вот магнит два это образец вот он здесь помещен три это тензометр четыре лимб для установки образца вот под определенным углом по отношению к направлению поля пять это зеркало шесть это линза семь это ось зеркало восемь это фракционное устройство девять фарфоровая трубка для установки образца вот она и десять это печи нагрева образца образец диаметром три миллиметра и длиной тридцать миллиметров помещают в мощное магнитное поле создаваемое электромагнитом и устанавливают специальном держателе под углом 10 градусов в направлении магнитного поля держатель позволяет образцу перемещаться в горизонтальной плоскости под действием фондеромоторных сил возникающих в нем при помещении в магнитное поле повороту образца в направлении поля противодействует упругая система и угол поворота образца будет тем больше чем выше намагниченность насыщения образца то есть чем больше в образце ферромагнитной фазы перемещение образца отмечается оптической системой состоящей из осветителя линзы системы зеркал и шкалы которые я вам только что показывала перемещение образца можно записывать если вместо шкалы установить фотокамеру с барабаном на котором намотана светочувствительная бумага по величине перемещения светового блика по шкале или по фотобумаге можно определить количество остаточного установления в образце на низометре можно проводить измерения при нагреве выдержки и охлаждения прибор имеет специальное приспособление с двумя печами которые можно перемещать в межполюсном пространстве перевод образца из печи с одной температурой в печь с другой температурой занимает несколько секунд поскольку намагниченность насыщения постепенно снижается при повышении температуры то при расчете надо сравнивать углы поворота образца и эталона определенные при одинаковых температурах однако если температура при которой проводят измерения близка к точке кюри величина отклонения альфа пропорциональна величине пандеромоторных сил изменяется очень резко даже при небольших колебаниях температуры что вносит значительную погрешность в результаты опыта при исследовании стали температура опыта обычно не должна превышать 600-650 градусов цельсия при исследовании горячей спай термопары следует располагать в непосредственной близости к образцу кроме того для повышения точности измерений необходимо увеличить отклонения альфа-1 и альфа-2 путем изменения порядка отражений светового луча в системе зеркал и достаточного удаления шкалы ну или барабана с фотобумагой от зеркала и наконец увеличение угла поворота образца по отношению к направлению магнитного поля кроме того для повышения точности измерений необходимо обеспечить стабилизацию напряжений в обмотках электромагнита если по условиям исследования требуется охладить образец до низких температур то в межполюсном пространстве вместо печи устанавливают криостат с жидким азотом температуру образца можно регулировать в широких пределах изменяя расстояние между образцом и уровнем жидкого азота ну вот таким образом можно определить намагниченность насыщения одну из основных магнитных характеристик феромагнетика таким образом на сегодняшней лекции вы узнали о разновидностях материалов по их магнитным свойствам какие свойства относятся к магнитным какими магнитными свойствами обладают металлы и сплавы и каким методом можно определить насыщение для самостоятельного изучения запишите пожалуйста три вопроса первый вопрос изменение магнитных свойств при плавлении аллотропических превращениях и наклёте то есть нужно отобразить в этом вопросе информацию о том как меняются магнитные свойства при расплавлении металлов при аллотропических превращениях напоминаю что это превращения связанные с изменением кристаллической решетки температурных воздействий и при наклёпе наклёп напоминаю это упрочнение полученные в процессе классической деформации второй вопрос опишите пожалуйста диамагнитные и парамагнитные свойства металлов и сплавов и третий вопрос я вас прошу найти и отразить своих конспектов как каким способом измеряют корр рецидивную силу то есть второе важнейшее свойство фетромагнитиков на сегодня лекция окончена спасибо за внимание спасибо